Если вот так в целом рассмотреть этот способ, не знаю, поведения или мышления серийного убийцы, который там до 30 или 40 лет жил как бы нормальной жизнью, потом вдруг начинает совершать убийство, причем с достаточно серьезной жестокостью, можно ли при этом говорить о психопатологии? Причем о психопатологии врожденной или это развитие вследствие социальной какой-то неустроенности? Понимаете, в чем дело? Проблема в том, что все то, что вы спрашиваете, психопатология, социальная неустроенность, это понятие, во-первых, субъективное, а во-вторых, высшей степени неопределенное. Ну, например, ни один специалист, ну, только если у него не будет задачи дурить вам голову, не ответит на вопрос, что такое психопатология. Потому что, честное слово, это скорее количественный показатель, нежели качественный. Мы вот этого не очень понимаем. И вообще, если честно, психиатрия об этом задумываться не хочет. В действительности, психопатология начинается там очень грубое определение. И очень поверхностное. Психопатология начинается там, где несколько человеческих качеств и переживаний выдвигаются на первый план и заполняют весь психический мир. Мы все мечтаем, да, все что-то воображаем. У нас есть какие-то, у всех, кто бы что по этому поводу не говорил, какие-то образы воображения, какие-то сновидения. Если вот эти образы воображения становятся единственным, ну, или почти единственным содержанием сознания, выдвигаются на первый план, а все остальное исчезает, уходит на задний, то мы говорим о психопатологии. Но, тем не менее, это все остальное и неуловимая личность, она все равно там остается, на заднем плане, она никуда не исчезает. Поэтому, понимаете, все зависит от того, с какой, с точки зрения какой психопатологии все это рассматривать. Наверное, та юридическая привычка или какая-то скрытая договоренность, по которой, как бы все понимают, у нас нет возможности лечить маньяка. В принципе, практически нет мест, где есть достаточно условий, гарантирующих, что его будут лечить, а он не вырвется оттуда наружу. И поэтому почему-то, правда, как правило, их признают вменяемыми. И в этом, опять же, как ни странно, есть некая доля смысла. Потому что, когда мы говорим психопатология, мы говорим болезнь. Можно ли считать болезнью состояние, в котором не сам человек страдает, а заставляет страдать других? Скорее всего, нет. Правда? Ведь маньяк нам не предъявлял никаких жалоб. Ему это доставляет, если не удовольствие, то, по крайней мере, удовлетворение. И стало быть, бывают случаи такие, маньяки в частности, когда само понятие психопатология вдруг оказывается чрезвычайно неопределенным. С точки зрения, ну, вот того образа, который я привел, про то, что одно какое-то свойство психики выдвигается на первый план, а остальные остаются где-то на заднем. Маньяк – это всего-навсего человек, сегодня очень модный. Это человек, у которого желание власти победило желание любви, а именно человек, у которого желание власти над другим человеком осталось единственным чувством или единственным стремлением, которое ведет его поведение. До какой степени это можно назвать психопатологией? Гитлер и Сталин были маньяками или нет? Международное сообщество как-то считает, ведь, что они были вменяемыми и подлежали суду. Правда? Как и остальные маньяки из их окружения. Поэтому, если рассматривать вот с этой точки зрения, то придется, правда, довольно сильно менять понятие психопатологии, но, тем не менее, довольно легко выяснить, что в некотором смысле мы живем в мире маньяков. Идет очень много споров, например, о том, вот «Лолита» Владимира Набокова. Это роман о чем? О педофиле? Больном человеке? Или все-таки о преступнике? Но, между прочим, это и есть, наверное, единственный мне известный роман в русской литературе про то, как, стремясь к власти другим человеком, становится невозможной любовь. Вот первый шаг к любви к другому человеку – это признание за ним некоторой тайны и некоторого права на свободу. сегодня мы понимать этого совершенно не умеем. Вопрос о том, что такое психопатология, на самом деле, иногда решается очень просто. Ну, например, мы говорим, вот мы это понимаем, и поэтому это не психопатология. А если мы не понимаем человека, какие-то его проявления находятся за пределами нашего понимания, то это значит, что он больной, ненормальный. Это психопатология. На самом деле, сексуальные маньяки – это люди, которых мы можем понять, потому что часть их поведения присутствует у нас внутри. От чего мужчина бьет женщину? От того, что он бессилен другим способом доказать свою полную власть над ней. Иногда для мужчины это является единственным способом доказать свою человеческую значимость. Вы очень удивитесь, но если вы задумаетесь тщательно, то поймете, что это так. Ну, мы же не объясняем своим детям, что значит быть мужчинами, быть женщинами. Надеемся, что это объяснит кто-то другой. Иногда говорят, жизнь объяснит. Ну, вот она иногда объясняет, вот так и появляются Иоаннисяны. Что случилось с Иоаннисяном? Ну, насколько я помню, он был там на каких-то, то ли в массовке, то ли на каких-то третьесортных ролях в театре. Он страдал, как все мы, комплексом неполноценности. Ему казалось, что той власти, которая у него есть, той значимости, того успеха, явно недостаточно. Я не могу сказать точно, но наверняка до всего этого у него была семья, были дети, да, по-моему. Я убежден, что ему очень не хватало восхищения и поклонения женщины. Это нормальное свойство для театрального актера. Это, в общем, абсолютно. Все зависит от такого тонкого, экзистенциального различия. Вот этот вот актер, он хочет, чтобы женщины его любили, аплодировали ему, понимали его роли. Или он хочет власть над ними? Обладать ими? Что такое полное обладание женским телом? Возможно ли оно? Ведь в любом сексуальном акте есть элемент садизма. Ну, точнее говоря, не садизма, а активного мужского начала. Женщина отдается, мужчина берет. А если одной женщины и ее любви, ее ласки недостаточно, а если хочется обладать, смотрите, не чтобы любили, а обладать ведь маньяк в большинстве случаев это всего лишь продолжение с ножом все того же сексуального акта. Проковырять все-таки в женском теле еще дырки, убедить себя в том, что там нет никакой тайны. исключить ее. Потому что исключить из другого человека тайну это на самом деле означает по большому счету обладать им. А обладать человеком полностью невозможно. Полностью можно обладать только трупом. Его можно съесть, его можно порезать на куски, посмотреть, что у него внутри. все остальное сохраняет тайну и значит это обладание, влияние неполно. Как происходит, какая власть для человека более притягательна? Иногда это прямая власть, но ведь про это же Достоевский, правда? Раскольников с топором, с обухом топора, который глядит прямо на него, то есть с лезвием топора, который глядит ему в лицо. Кто я, тварь дрожащая или право имею? Это же власть, полностью лишенная любви. главный соблазн Раскольникова. Власть бывает тайная. Бывает власть воериста, способного подглядеть в дырочку. Бывает власть шпиона, тайно проникающего в дома, потому что он оказывается умнее других, знает все тайны своей жертвы и может в любой момент овладеть ею, лишив ее той самой раздражающей таинственности, которая никак не дает власти над человеком, ну никак, несмотря ни на какие усилия. Это психопатология, Раскольников это психопатология, я так не думаю. Собственно, и Достоевский так тоже не думал. Для маньяка еще характерно дальнейшее развитие, когда он создает некоторую теорию. Если бы Раскольников убил несколько старых проценщиц, он обязательно Раскольников точно обязательно бы создал теорию, почему он право имеет. Обычно теорию, которую создают настоящие маньяки, в этой теории они представители или самого Бога, или дьявола, которые и дают им права на эти действия, потому что, как правило, в теорию маньяка входит то, что он очищает мир от скверны. у Раскольникова была обычная теория оправдания. Ну, ведь, да, это же и было то самое время, когда идея, что эксплуататора можно убить, начинала набирать свою силу. Ну, поскольку он не человек, а пролетарий человек. И Достоевский исследовал эту идею, но, несмотря на существование Достоевского и вроде бы как христианства, мы все равно так между собой продолжаем говорить, этих надо убивать. Вот, если всех посадить в тюрьму, ну, вот это, ведь, да, много раз и реализовывалось в истории нашей страны. главная русская философия была христианской и главные русские сборники против смертной казни, тут их на полках полным-полно, были написаны религиозными философами и вне всякого сомнения, это очень традиционная русская тема. о том, что, боюсь я сейчас Розанова как-то неправильно процитировать, но, в общем, я думаю, что русские мыслители, если говорить о русской мысли, они всегда говорили о том, что нельзя уподобляться врагу. если мы убиваем человека, то мы фактически совершаем его же поступок. Это месть, а месть это ненависть, это неспособность понять. Если хотите, неспособность найти ту самую аналогию в душе. Это сейчас вообще ведь в сущности любовь нет у меня возможности прочитать лекцию на эту тему, но в сущности любовь это способность обнаружить другого человека в своей душе. Это взаимопроникновение душ. И мы как бы незаметно начинаем делить общество вот вслед за этой мыслью, что вот нельзя людей убивать, но есть люди, которых можно, потому что они не люди. Как только эта мысль возникает, вдруг неожиданно появляется незаметно все больше и больше категорий людей, которые мы как бы договорились считать не людьми. Ну, этот самый Иоаннисян, будь он трижды не ладен, он же убиваемых их людей людьми не считал. Правда? Нужно сначала, вот когда мы выключаем тайну, мы выключаем человеческое в человеке. Мы делаем то же самое, как только мы говорим, всем надо дать права, маньяков надо убивать. Но, понимаете, какая штука? Я ведь сейчас пытаюсь рассказывать о том, что совершенно неожиданно выясняется, что даже маньяк понятие вполне расплывчатое. Я недавно читал о каком-то уголовном процессе, по-моему, в Польше, могу соврать, где у мужчины было двенадцать жен, и в общем все они жили в страхе, нет, их не приковывали никуда, но им было запрещено выходить из дома, там сложная история. Этот мужчина маньяк, а мужчина, у которого не знаю, одна официальная жена и четыре-пять любовниц, и он пытается всеми манипулировать, как бы Гумберт Гумберт в лалите сделал больно маленькой девочки. Он педофил, маньяк. А если мужчина старается, так бывает, и, между прочим, это, в общем, совсем не считается патологией, чтобы женщина почувствовала боль и кричала, он маньяк или нет? Где грань? Я имею ввиду, если взрослая женщина, так пропала не сбывшись Бухаринская Конституция 24-го года, потому что все время выделялась некая категория общества, которые были не люди. Сначала это были буржуи, белогвардейцы, потом враги народа, потом фашисты, тайные фашисты, евреи. В общем, это же в сущности никогда не продолжалось, никогда не заканчивалось. Ну, там, да, Хрущев объявил, что враги народа, врагами народа не были, но зато объявил врагами народа художников-модернистов. Ну, как бы вот, а им не надо было давать кушать, они были не люди. И так было всегда, и сейчас мы тоже, я уж не говорю о том, что есть такая, у нас всегда считались не людьми, люди, которых мы объявляли психопатами. то есть, вот та самая психопатология. Ну, надо сказать, что не только у нас, между прочим, да, но, тем не менее, я думаю, что, вот, как я ни стараюсь вглядеться в историю нашей Родины, я других периодов не вижу. Ну, потому что, да, может быть, там до начала семнадцатого века все было по-другому, а дальше все равно были все и всегда вот эти люди, которые не люди. Там сегодня многие кричат, там, всех чиновников надо расстреливать, они не люди. Это кричат снизу. Взяточников надо ловить и расстреливать, отрубать руки, там, да, разные способы. Все время возникает некая абстрактная категория нелюдей, взяточников, нелюдь. Как только присмотришься поближе, выясняется, что это вроде сам такой. Вот эту способность можно преодолеть появление маньяков на самом деле одним единственным способом, научившись чувствовать это в себе. Мне мало значимости. Я хочу больше власти. выясняется, выясняется, Продолжение следует...